Ну что ж, сегодня мы снова с вами поговорим об еще одном способе заработка в интернете. А перед этим я хочу вам сделать подарки. Первый подарок – это рабочая схема заработка в интернете от 100 долларов. Вы сможете получить ее, перейдя по ссылке, вводите в Ямал, нажимаете «Получить схему» и получите через ВКонтакте, в зависимости от того, как вам удобнее. Получите по этой ссылке по данным видео. Далее, следующий подарок – это «Как сделать из одного доллара 1000 долларов за один день?» Это подарок в книгу, тоже получите, перейдя по ссылке. И, соответственно, вводите в ваш Ямал, нажимаете «Скачать книгу» или «Скачать через ВКонтакте», как вам будет удобнее. Далее, следующее, что вы можете сделать – это забрать в подарок 10 сайтов для гарантированного заработка. Вводите в ваш Ямал, нажимаете «Скачать». И, соответственно, следующий подарок – это «Честный сервис и зарядка в интернете», тоже Ямал и «Скачать». Все ссылочки находятся под данным видео, так же, как и ссылка на сайт, про который я вам расскажу сейчас тоже в данном видео, по работе. И, соответственно, ваша задача – просто перейти по ссылкам и все себе забрать на компьютер. Все это будет абсолютно бесплатно. Итак, так, ну вот грузится пока сайт. YouTube почему-то решил медленно подгружаться и постоянно перезагружаться. Так, ну вот все еще грузится. В общем, вот здесь под видео будут все ссылки. Вы их увидите, перейдете и все себе скачаете. Теперь давайте перейдем к сайту, про который я вам говорила. Это биржа TextSale. Здесь вы можете продавать свои статьи и прочие какие-то текстовые материалы. Что вам для этого нода? Смотрите, вы можете просто бездумно закидывать статьи на этот сайт и ничего не зарабатывать. А можете действовать по моей схеме. Смотрите, как это работает. Здесь есть один очень интересный раздел. И называется он, давайте посмотрим, «Поисковые запросы». Раздел просто замечательный. И здесь мы можем видеть, какие темы статей сейчас востребованы, которых мало или совсем нет. Вот, например, тема «Набор текста». Здесь всего 30 статей. А тема, допустим, «Авто» 2400. Соответственно, куда лучше писать, где меньше статей. Соответственно, в набор текста. Дальше, что у нас еще? На «Востройки» всего 21 статья. Тоже туда можем писать. А теперь обратите внимание, что, допустим, на тему онлайн-обучения и «Ремень вариаторов» всего 17,2 статья. Соответственно, туда можно писать статьи. Вот, «Деньги лежат на свалке» требуются статьи. Тоже нету совсем, а запросы есть. Далее, про носки, про газовые грили. То есть, видите, есть много на самом деле тем, где совсем нет статей. И их очень-очень мало. Вы можете зайти, посмотреть, что есть, да, и, соответственно, сделать подобные статьи. Смотрите, видите, тем здесь очень много. Можете выбрать на ваш вкус, какую тему вы смогли бы сделать. Кстати, вы не обязательно должны писать сами статьи. Вы можете брать чужую статью и сделать ее рерайт. То есть, это просто пересказ, который мы делали в свое время в школе. То есть, здесь ничего сложного нет. Ваша задача – просто сделать свой пересказ, грамотный рерайт. То есть, пересказ своими словами делается для чего? Чтобы статья была уникальная и, соответственно, не была ранее нигде размещена. Вот, обратите внимание, да, то есть, вот требуются статьи на разные темы. Вот, допустим, на поводу линолеума и так далее. Ну, конечно, здесь есть ошибочные, да, допустим, запросы. Вот этот запрос, понятное дело, он, видимо, с ошибкой набран. Ну, допустим, вот тема уборка снега, да, удаление анализа. Тоже 2. 6 сейчас, это в наше время очень актуально, и, соответственно, на эту тему, соответственно, эти статьи требуются. Поэтому, вот, можно использовать этот раздел для того, чтобы подбирать себе тему. Вот, давайте посмотрим, да. К примеру, если мы сейчас перейдем к какой-нибудь из ссылок, ну, давайте первую, да, или вторую. Давайте посмотрим на тему новостройки. Что нам предлагается, да. И мы увидим, что нам предлагаются статьи по разным ценам, по 99, 132, 140 рублей, 221. То есть, цены разные, в зависимости от количества символов, в зависимости от того, сколько денег хочет за свой материал, автовете 251 в том числе. Статья 2.308 по 108 рублей за 1000 символов, к примеру, да, вот выбрать обои. Вообще, строительные статьи достаточно неплохим спросом пользуются, потому что люди всегда строятся, ну, люди всегда делают ремонты. И, в общем-то, это достаточно неплохим спросом пользуются. Поэтому ваша задача просто подбирать статьи в интернете, смотреть здесь, допустим, идеи, да, темы. Пишется обычно заголовок, да, там небольшое описание, вот как мы здесь видим, и кусочек статьи видит покупатель. Ваша задача делать что-то вот наподобие. Теперь смотрите, это я вам показала. Давайте посмотрим еще кое-какой интересный момент. В данном случае нас интересует что? Давайте посмотрим дайджест. Вот. Дайджест это рассказывается, какие, допустим, новинки, да, то есть в каких темах статьи сейчас появились новые, да, ну вот. То есть тоже можно видеть, в каких темах сейчас статьи люди больше пишут, да, на тему красоту здоровья, например, на тему, например, паранормальная, на тему красоту здоровья. То есть, да, вот что-то обновляют, что-то пишут. Нас еще интересует один раздел, это топ копирайтеров. Топ копирайтеров, там находятся копирайтеры, которые имеют много звезд и есть те среди них, которые много продают. Ну вот, например, один из копирайтеров, к примеру, у него есть одна звезда, вот этот копирайтер. И у него, соответственно, регулярно продаются статьи, то есть скорая продажа, а один и две статьи в сутки. Понятное дело, она может быть и больше, и меньше, но именно у этого копирайтера очень много продаж, у него большой рейтинг, 15600, много-много статей. Обратите внимание, да, в среднем где-то рублей за 100, за 1000 символов. То есть 80, 100, вот у него очень-очень много статей. Если мы перевернем все это до самого конца, то будет видно, что у него 3654 статьи. То есть автор пишет самые разные темы и постоянно идут продажи. Давайте зайдем в топ и посмотрим, как у других авторов стоят дела. Понятное дело, что не у всех авторов будет такая же ситуация. Но давайте, если мы возьмем, например, вот этого автора. Здесь идут, кстати, авторы с тремя звездами. То есть те, которые, кстати, много звезд имеют, это не значит, что у них много продаж. У них просто есть продажи. Ну, у них, видите, у этого автора нет, он ленит, сейчас ничего не выкладывает, к примеру. Да, вот давайте посмотрим еще несколько авторов, к примеру. Лучше смотреть авторов, у которых поменьше звезд, которые постоянно много пишут и продают. Давайте сейчас просто ради интереса их посмотрим. Просто эти авторы за счет высоких цен выбрались в топ. И, соответственно, они в свое время что-то продавали. Сейчас, вот видите, вот этот автор, допустим, продает статьи. Да, у него сейчас тоже статей много на продаже, видите. То есть сколько у него тут статей? Ну, 43 статей, да, у него видно, что статьи продаются. И у него 0,2 статей продажи в сутки. Ну, видимо, он не сильно ленится немножко, да. Вот, то есть вот этот автор тоже видно. Тоже у него тут две статьи, то есть давно он не писал. Давайте посмотрим еще. Вот еще автор. То есть тоже у него много статей на продаже. То есть, причем, если мы сейчас перевернемся до конца, то увидим, что их действительно достаточно много. Вот. То есть у него статей 776. То есть человек выкладывает, старается. У него рейтинг, в общем-то, есть неплохой. То есть, пожалуйста, вот вам пример. Вот этот автор ленится, ничего не выкладывает. Но в любом случае вы можете брать пример с этих авторов, писать статьи. Вот тоже автор имеет достаточно большой рейтинг. Вот. У него 14 статей на продаже. То есть можно убрать у них темы, статей, образцы, да. Какие, например, продаются лучше. Вот 43 статьи, да. Какие хуже продаются. И, соответственно, смотреть. Вот еще автор. Давайте посмотрим. У него 41 статья на продаже. И делать что-то плюс-минус наподобие. Вот. То есть вот основные, как я вам говорила, это поисковые запросы. То есть что ищут люди. Так вот. Топ копирайтеров смотрим. И можно, давайте, посмотреть дальше, что там еще есть интересненького, да. Вот. Можно посмотреть 300 новых статей. Какие статьи, к примеру, сейчас пользуются спросом. Какие сейчас новые статьи пишутся. То есть видно, какие сейчас выкладываются людьми за последние, допустим, сколько-то часов. Ну, здесь сейчас выложены не очень дорогие статьи, но тем не менее. Поэтому переходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь и тоже зарабатывайте. Я думаю, вы можете вполне зарабатывать и по 500, и по 1000, и, возможно, дальше, когда будете, если больше работать, и, может быть, даже и больше. Но, тем не менее, это хороший способ заработка, и можно заниматься свободно от работы времени. Ну, а сейчас к подаркам. Напоминаю вам, что вы можете забрать свои подарки по ссылкам под данным видео. Вот рабочая схема заработка в интернете. Вводите e-mail, получите схему или получите в ВКонтакте. Соответственно, книга «Как сделать 1000 долларов из доллара за один день». Тоже по ссылке переходите скачать книгу. Далее, соответственно, получаете 10 сайтов для заработка. Этот списочек тоже вводите e-mail. И, соответственно, еще один подарок – это честный сервис с заработком. Тоже будете e-mail, нажимаете «Скачать». Все это находится по ссылкам под данным видео. Вот здесь, как я вам показывала. Вот ссылки, соответственно, сайты, видео, и все подарки будут для вас здесь. Ну что ж, с вами была Светлана. До новых встреч. В следующих видео я расскажу вам про другие способы заработка в интернете.